Здравствуйте! Градостроительному кодексу исполнилось 15 лет, и следовательно 15 лет мы вообще живем уже в условиях, когда у нас в муниципалитетах существуют, у кого-то раньше, у кого-то позже, градостроительные регламенты. Но вот ситуации, подобные той, которую вы видите на этой картинке, они, ну, наверное, встречаются, вы видели их многие в своих городах. И когда вот подобные вещи, движимые в первую очередь аутистностью застройщиков, появляются, конечно, у тех людей, которые живут на территории, у них возникает много вопросов. Да? Почему? Кто разрешил? Кто согласовал? Ну и о муниципалитет, которому, естественно, адресуются эти вопросы, он, ну как, ну что, говорит, ну простите, мы уже вообще 10 лет уже никому ничего не согласовываем, у нас это право запретили, у нас есть градостроительные регламенты, он смотрит в градостроительные регламенты, ну а что, ничего не нарушено. Все в рамках градостроительного регламента. И, к сожалению, это действительно так. Мы только вот последние годы, и далеко не во всех городах, да, так в наиболее продвинутых, мы начинаем учиться пользоваться таким инструментом управления развитием территорий, как градостроительный регламент. Работаем методом проб и ошибок. И вот книга вторая, стандартно-комплексного развития территорий, в ней как раз изложен объемно-пространочный регламент, методика его установления, которая и должна помочь нашим муниципалитетам создавать комфортную городскую среду, качественную городскую среду и создавать ее через установление правил игры. Объемно-пространственный регламент базируется на четырех таких вот базовых основаниях. Ну, во-первых, задача регламента – это формирование самоштабной человеку застройки. Безусловно, и это очень важно, и в тех ситуациях, которые я показал в начале, и еще более важно в исторических поселениях – обеспечить преемственность новой создаваемой застройки тому, что уже существует. Важно повышать привлекательность открытых общественных пространств. И, наконец, объемно-пространственный регламент должен создать условия для эффективного и гибкого использования территории. Объемно-пространственный регламент регулирует пять групп параметров, вернее так, четыре группы параметров и виды разрешенного использования. Вот параметры земельных участков – ну, вот это инструмент, которым так более-менее научились муниципалитеты пользоваться. Там, регулировать размер земельного участка, процент застройки земельного участка. Стандарт дает здесь определенную методику, как устанавливать эти предельные параметры, исходя из чего. Пространственный конверт – это уже более сложное регулирование. Это, наверное, новация, новация и для муниципалитетов, новация, безусловно, для проектировщиков. Объемно-пространственный конверт, он переводит регулирование из двухмерной плоскости на карте в трехмерную. Мы получаем тот конверт, который может быть застроен. И вы видите, что этот конверт, он может быть достаточно сложным. Параметры уличного фронта. То, о чем говорила Хейзл. Необходимость обеспечить переход, связку между общественными пространствами, улицами, площадями и зданием. Здание – уже частная территория. Но вот эта вот смычка, она как раз и обеспечивает активность городской территории. И, соответственно, здесь прописываются те параметры, которые помогают обеспечить вот эту активность. Наконец, фасады. Ну, не знаю, честно скажу, пока я не видел где-то в России примеров регулирования фасадов. А это, безусловно, необходимо. Во-первых, конечно, на исторических территориях. Там, где мы вписываем новую застройку в уже существующую. Там, где необходимо обеспечить гармоничное сосуществование старого и нового. Но и в тех случаях, когда, например, мы хотим получить комплексную территорию, я даже не побоюсь такого слова, ансамблевую застройку. Вот. Там тоже необходимо, конечно, регулировать параметры фасадов. Ну, вид разрешенного использования, да, это опять то, чем мы умеем пользоваться более-менее, да. И опять же, стандарт здесь предлагает методику, как устанавливать вид разрешенного использования таким образом, чтобы обеспечить многофункциональное смешанное использование территории. Ну, и, естественно, стандарт предлагает алгоритм разработки объемно-пространственного регламента. Безусловно, он должен базироваться на предпроектном анализе, на исследованиях. Он базируется в тех случаях, когда мы работаем в историческом поселении, ну, в таком, как в Великий Новгород, конечно, на предмете охраны исторического поселения. Там, где у нас разрабатывается мастер-план, базируется на мастер-плане. Но стандарт предлагает еще одну очень важную вещь, важную прежде всего для небольших муниципалитетов, где нет проектных институтов, где сложно найти специалистов с надлежащими компетенциями. Он предлагает набор шаблонов, которые можно уже применить к определенным типам застройки. Фактически, вот это тот шаблон, который вы можете уже брать, смотреть, это вас устраивает, это нет, настраивать и транслировать далее уже правила землепользования и застройки. Ну, и есть, конечно, вопрос, а насколько мы сегодня готовы, там, юридически, можем ли мы внедрять объемно-пространственный рекламент в практику? Да, безусловно, можем. У нас статья 38 градостроительного кодекса, она говорит о том, она перечисляет то, что должны регулировать градостроительные рекламенты, какие параметры они должны устанавливать, и говорит, что можно устанавливать и иные предельные параметры. А если мы говорим об исторических поселениях, то там не просто такая возможность есть, там есть требование устанавливать, скажем так, обязательность установления требований к архитектурным решениям объектов капитального строительства. И, соответственно, значит, соответственно, объемно-пространственный регламент, он дает возможность, дает методику, как их устанавливать. Александр, спасибо большое. У нас уже в середине тайминг, поэтому... Так. Да. Огромное спасибо Александру. В середине уже не остается времени даже, чтобы задать вам вопросы. Аплодисменты. Спасибо.